Начинать. Здравствуйте, я очень рад вас всех видеть. Меня зовут Евгений Шевкопляс, я работаю экспертом в Deutsche Bank. Буду вам рассказывать про наш опыт исследования производительности и подводные камни, с которыми мы столкнулись. Пару слов о себе. В профессиональном программировании я уже 15 лет, с 2000 года. Первые лет 5 я программировал в телекоме. Это IP-колл-центры, протоколы сигнализации, системы массового обслуживания, системы тоже критичные к нагрузке. Потом лет 7 я работал в высокочастотной торговле. Это HFT-системы, если кто знает. Более чем критичные к скорости выполнения, к задержкам и к объему обрабатанных данных. Последние 3 года в Deutsche Bank я работаю в ультра-лоу-латенси-системах. Ультра-лоу-латенси по определению. Это система, задержка на ответ, время реакции, которое меньше, чем 20 микросекунд по определению. То есть мы, получив сигнал с рынка, должны принять решение и послать в ответ что-то уже на сети за 20 микросекунд. Соответственно, понятно, что требования к производительности, требования к качеству, они тут очень большие. Соответственно, приступим. Все хорошие программисты, когда начинают писать быструю программу, сначала они делают маленький примерчик, в котором они смотрят, сколько же он работает. Потому что если мы напишем что-то, запихнем в большую программу, и потом выясни, что она работает медленно, концов будет не найти, непонятно, кто сделал. Все используют маленькие тесты, юнит-тесты, маленькие бенчмарки, примеры для того, чтобы понять, как работает та или иная компонента большой системы. Более того, эти тесты мы зачастую используем в качестве доказательств того, что тот или иной метод лучше. Мы все знаем, что чтение с диска медленнее, чем чтение с памяти, и с динамической памяти. Мы все знаем, что чтение с динамической памяти медленнее, чем чтение с кэша, с астека. Почему? Как мы это можем? У нас есть какие-то объяснения, у нас есть книжки, у нас есть теория. В повседневной жизни чаще всего мы пишем тест и говорим, чтение с диска в нашем случае во столько-то раз медленнее. Чтение с памяти во столько-то раз медленнее. Соответственно, есть работающая большая программа. Когда мы хотим ее ускорить, мы предполагаем, что какая-то часть этой программы работает медленно. Соответственно, мы ее изолируем, замеряем, ускоряем, и когда она достигла нормального результата, обратно вкладываем в программу. И тут выясняется, что не все так просто. Потому, собственно, тема называется «Подводные камни». В качестве эпиграфа я взял известную практику 20 века йоги Бера, которая утверждает, что в теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. В данном случае теорией я называю наши минимизированные примеры, тесты, а практикой я называю большое работающее приложение, скорее всего, серверное, которое работает уже у клиентов. Я оговорюсь, что все примеры и весь мой опыт, он больше связан с программированием на C++ и Unix-подобными системами. Чаще это был Linux. Давайте приступим. Самый первый, самый распространенный пример, как мы тестируем производительность, как в рекламе, обычный тест. Давайте я сначала расскажу, что мы тестируем. У нас есть приложение, есть поток, который считает какие-то важные нам данные, неважно, какие там, цены посчитает или что-то еще важное посчитал. И потом нам эти данные надо передать как какой-то пакет на обработку или другому потоку, или другой подсистеме. Соответственно, что это может быть? Это может быть сообщение для системы журналирования. Это может быть какое-то сообщение, которое мы должны записать на диск или в базу. Это может быть сообщение, которое мы хотим передать дальше по сети. Основное, что общее у всех, что мы данные уже сформировали, и нам надо сформировать пакет и передать на обработку. Соответственно, мы хотим узнать, сколько времени будет занимать система, которая будет передавать эти данные в пакет и на обработку другому модулю. У нас есть структурка, в которой пакет ивент. Там сколько-то данных прелацированных. И есть какая-то функция, которая заполняет этот пакет. В данном случае, чтобы быть независимым от бизнес-части, это просто строчка, которую мы просто копируем. Трочка у нас из ста символов. И мы, как обычно, что мы делаем? Мы создаем цикл и миллион раз повторяем эту функцию. По-моему, все так делают. Что мы делаем? Запускаем цикл от нуля до миллиона. И миллион раз вызываем нашу функцию, которая инициализирует данные в пакете. Этот цикл обкладывается чекпоинтами или замерами времени. И мы смотрим, сколько времени занял этот цикл. В данном примере мы видим, что функция, которая инициализирует наш пакет, занимает 15 миллисекунд. Соответственно, если итерация у нас миллион, то мы рассчитываем, что один пакет, скорее всего, занимает в районе 15 нс. 15 нс. 15 нс – это очень хороший результат, и, наверное, можно на этом остановиться. Для сравнения, 15 нс, если переходить на скорость света, это 4,5 метра. То есть от меня до стены свет как раз успеет дойти за 15 нс. Достаточно быстро. Можно успокоиться и этот пример, эту реализацию уже вставлять в приложение. Кто видит ошибку? Ну, тут их много, но какие ошибки в этом тесте кто видит? Данные слишком короткие. Отлично. Пакет слишком маленький. И что я бы хотел обратить в первый раз… Ой, это еще не то. Давайте мы сначала… То, что у нас… Мы каждый раз пишем в одно и то же событие. И даже если компилятор не догадается, что мы ничего не делаем, мы данные будем все время реиспользовать. Давайте пару шагов назад. Все-таки расскажем, как мы замеряем. В ultra low latency системах, о которых я говорил, очень большие требования к производительности. И иногда нам приходится вставлять наши чекпоинты, замеры времени внутрь работающего приложения. И выясняется, что взятие обычного времени, не по get time of day, который все обычно используют, занимает в разы больше времени, чем сама функция. И у нас влияние гораздо больше. Мы ничего не можем понять. Порфилировщик – это другой подход. Если охота замерить именно время и узнать конкретные значения, мы используем стандартную ассемблерную инструкцию RDTSC – timestamp counter. Все современные архитектуры синхронизируют этот каунтер между процессорами, так что мы можем пользоваться этим каунтером, как обычные часы. То есть нет опасности, что если процесс перескачет с одного потока на другой, то у нас часы собьются. Соответственно. Так, секундочку. Вот. Я синим подсветил, как я исправил первый тест. Теперь я вместо того, чтобы писать наше сообщение в один и тот же пакет, создаю много-много пакетов и пишу в разные пакеты. Это больше похоже на реально работающий программ, потому что чаще мы записали пакет, пакет передали. Потом записали в следующий пакет, пакет передали. Пакет там сколько времени пожил, освободился, вернулся к нам. Но спустя какое-то время. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас происходит. Мы видим, что время простановки в один пакет, мы помним, 15 миллисекунд. В разные пакеты выясняется, что уже почти 70 миллисекунд. Мы ошиблись в 4,5 раза. Это не просто большая ошибка. Это ошибка, которая может привести к неправильным выводам. Во-первых. Во-вторых, наверное, интересно понять, почему же мы так сильно ошиблись. Вот тут на помощь приходят профилировщики. Мы пользуемся семейством Valgrind. Оно бесплатное, оно легко запускается, им легко пользоваться. В данной ситуации я пользуюсь программой Colgrind, которая входит в семейство Valgrind. Ниже написано, собственно, как запускается. Использование Valgrind не требует пересборки, что сильно упрощает пользование этой системой. Отчет, который мы видим по статистике Colgrind, это количество чтений, инструкций, количество доступа к данным и количество промахов по кэшу к данным на чтение и на запись. И, соответственно, кэши первого, второго и так далее уровней. Что мы видим? Когда мы пишем данные в один и тот же пакет, мы действительно видим в первых колонках много обращений к инструкциям. Да, мы действительно что-то исполняем, но у нас нет почти промахов по кэшу к доступу к данным. И тем этот тест не очень настоящий, потому что обычно мы пишем данные в разные пакеты. Что происходит? Так же самая статистика, но для второго случая. Статистика в первой части выглядит так же, но внизу, там, где у нас была функция mcpi, которая копировала данные, у нас выясняется, внизу отмечено красным, что мы получили вместо нуля 2,5 промахов по обращению к кэшу, причем всего уровня. Потому что обычно те данные, которые в пакете, даже если они были приалцированы давно заранее, а их кэша нету, они лежали там, ждали, пока в них запишут, и мы получаем промах по кэшу третьего уровня, последнего. И теперь мы понимаем, почему данные, когда мы писали в разные данные, время ухудшилось в разы. Как я уже говорил до этого, это следует не только, из этого следует не только то, что в большом приложении, когда мы выкатим это в продакшн, у нас все будет медленнее в 4,5 раза, но и то, что на этапе дизайна того, какие алгоритмы мы будем использовать, мы можем прийти к неверному решению. В данном случае, простейшее следствие, допустим, у нас данные, которые мы пишем, они только наполовину меняются. Это значит, что есть какие-то постоянные данные, имя хоста, сегодняшний день, еще что-то, куча данных, имя компоненты. Они постоянные, меняются, только вторая часть. И мы все равно все эти данные должны передать в пакет, пакет отдать на обработку. Хорошая бы идея взять половину данных, заранее заполнить. Так как модулей много, каждый модуль может заполнить свои данные в свой пакет и потом писать разные, дописывать переменную часть в разный пакет и ее давать на обработку. Действительно. Допустим, мы до этого писали сообщение из 100 байт. Мы предположим, что 50 байт мы заполним заранее. При старте системы это неважно, сколько времени это займет. И будем дописывать только 50 байт. Вот синеньким в коде я выделил, что теперь мы пишем только половину от данных, которые писали до этого, 50 байт. Тест абсолютно такой же. Данные с 100 байтами нам известны. Теперь данные, если мы пишем данных только половину, 50 байт, что у нас получается? Запись в один пакет действительно стал меньше. На две трети. Теперь стало 11 миллисекунд. Это ожидаемо. Действительно, мы стали писать меньше данных, и это стало занимать меньше времени. Запись в разные объекты действительно тоже стала быстрее, потому что было 69 миллисекунд, стало 66 миллисекунд. Что же происходит теперь? Мы, сделав оптимизацию и преаллоцировав пакеты из лучших побуждений для того, чтобы писать только половину данных, в итоге нам надо в приложении сравнивать 15 миллисекунд, не с 11 миллисекундами, как мы ожидали, а 15 миллисекунд с 66 миллисекундами. Потому что если мы бы использовали один ивент и писали много данных, или использовали разный ивент и писали маленькие данные. Вот такой самый стандартный пример, который я на протяжении своей жизни встречал постоянно, я его выделил первым и отдельным. Пожалуйста, смотрите, куда вы пишете. Смотрите, чтобы вы не переиспользовали данные. Продолжим. Идем в путешествие. Вместе с Голивером, который, как известно, наблюдал нескончаемую войну между остроконечниками и тупоконечниками. Все программисты, наверное, известны отголоски этой войны по Little Indian и Big Indian системам. Война нескончаемая, война с аргументами у той и другой стороны. Соответственно, по аналогии, мы пойдем в страну, где на жизнь, а насмерть бьются сторонники little ивентов, будем их назвать little ивентами, и big ивентов. Тот пакет, который мы передаем, у него есть опасность. Заранее преаллоцированные данные, там у нас было 1 килобайт, 1024 байта. И есть big ивент, который заранее преаллоцирует 10 килобайт. Зачем сделано и то, и другое? Все понимают. Первое, чтобы аллоцировать меньше памяти. Второе, чтобы, если вдруг нам приходится передавать много данных, мы не попадали на локацию памяти. Ну что, давайте начнем. Все люди культурные, поэтому сражаться мы будем тестом, потому что мы знаем, что тест — это вариант аксиомы. Если у нас есть маленький примерчик, который доказывает нашу правоту, значит, мы правы. Ведь именно так мы выбираем лучший алгоритм. Начинают у нас little ивенты, остроконечники. Они утверждают, что маленькие пакеты, они лучше для маленьких сообщений. Мы знаем, что сообщения по статистике, мы набрали статистику нашего приложения, сообщения небольшие. 100 байт, 200 байт, и они укладываются даже в маленький килобайт. Пишем тест, замеряем. Выясняется, что если мы заранее преаллоцируем какое-то количество пакетов, то время аллокации для маленьких занимает 400 миллисекунд, время аллокации для больших занимает 3,5 секунды. Это много, но сейчас мы на это не смотрим, потому что система большая, работает неделями. Сколько времени, секунд, минут она стартует, в принципе, не так важно, если мы заранее всю память отлоцируем и будем ее переиспользовать. Естественно, вдруг выясняется, что мы копируем одни и те же объемы данных, ни там, ни там не происходит аллокации, при этом создавание маленьких пакетов оказывается дешевле на 30%. 68 миллисекунд против 100 миллисекунд. Почему? Можно понять. Потому что данные, когда мы выделяли, они теперь друг от друга стоят дальше, и у нас промахи по кэшу глубже в каком-то смысле. Хорошо, отвечают оппоненты. Второй тест за ними. Говорят, так-то, но так. Но ваш тест не очень настоящий, потому что вы использовали только исключительно маленькие сообщения. Что это значит? Это значит, что иногда может появиться необходимость записать большое сообщение, и, возможно, на нем мы потеряем больше. Что я имею здесь в виду? Все числа, которые здесь указаны, в данном случае это медианы. Потому что мы знаем, что когда мы смотрим на статистику, не все числа одинаковы. Есть больше, есть меньше. Смотреть на среднее нельзя ни в коем случае. Почему? Объясню на примере. Допустим, в нашей системе почти одновременно пришло миллион входящих событий. И так случилось, что первое событие мы обрабатывали в секунду. Ну так случилось. Мы что-то забыли преаллоцировать, что-то, и мы целую секунду его обрабатывали. Все оставшиеся миллионы сообщений мы обработали мгновенно для простоты за ноль. И тогда мы знаем, что миллион событий в сумме мы обработали за секунду. И тогда мы ожидаем, что среднее одна микросекунда. С точки зрения задержки системы, latency, это совсем неправда. Потому что выясняется, что у нас задержка для всего миллиона сообщений секунда. Потому что все оставшиеся, если это был один поток, ждали первого. Поэтому никогда, никогда не меряйте среднее. Медиана 90%, 99%, что угодно, только не среднее. Соответственно, здесь все числа — это тоже медианы. Так, вернемся к нашим ивентам. BigEvent предлагают смотреть на большие сообщения. Иногда они случаются. В данном случае пусть это будет 5 килобайт. Что это значит? Что для большого пакета мы, как и раньше, должны просто закопировать. А для маленького пакета нам надо сначала создать эту память, потом скопировать, потом еще и удалить. Смотрим. Большой пакет занял у нас 977 миллисекунд. Ну, это с учетом количества, что их было миллион всего. Маленький пакет — 2,5 секунды. Мы получили ухудшение в 2,5 раза. Обидно? Значит, может быть, надо большие пакеты всегда использовать. Но LittleVent наносит ответный удар. Они говорят, на самом деле ваш тест неправильный. И на самом деле маленькие пакеты, они лучше и для больших сообщений. Почему? Потому что в большом приложении мы создаем пакет, даже большом, отдаем ее на обработку, потом другой поток когда-нибудь, не сразу, когда-нибудь, через секунду его обработает и отдаст обратно. Нам не надо постоянно лоцировать. Сколько-то их должно хватить, и потом мы должны их освобождать, эту память. Что я добавил? Я добавил эмуляцию работы второго потока, который удаляет ивент, который был выделен тысячей итераций назад. То есть как будто бы второй поток освободил. И что же выясняется? О чудо! Мы добавляем новую операцию. То есть был малок, мы к нему еще и фри подписали. И вдруг выясняется, что маленький пакет вместо двух с половиной секунд стал работать полсекунды. 500 миллисекунд. Чудеса! И в итоге мы чуть ли не в два раза обогнали пример с большим пакетом. Странно. Пришло время делать код бигментом. Давайте подумаем, что происходит. Выясняется, что мы копируем данные и в промежутке постоянно делаем аллокацию, а потом делаем аллокацию. И вдруг выясняется, что такой алгоритм работает быстрее. Вроде как это противоречит всем нашим понятиям. Нас всегда учили, что аллокация — это плохо, отсутствие аллокации — хорошо. Значит, что-то в тесте не так. Давайте править тест. Что здесь не так в тесте? Понятно, что не так. Этот тест только тем и занимается, что аллоцирует ивенты и отдает их. Потом малок тут же подбирает то, что уронил фри. И поэтому таких больших накладных расходов на аллокацию и делаллокацию памяти не происходит. Потому что мы… Только что быстро поднятое не считается упавшим, оно работает быстро, действительно. C-шный рантайм с этим справляется. Давайте сделаем тест более настоящим. Как это происходит? Мы… Наверное, не всем видно. Но идеологически внутри цикла между заполнением пакета мы добавим функцию, которая будет чистить кэш. Или эмулировать работу настоящей программы. Что он делает, в принципе, неважно. В данном случае он вызывает какие-то sprintf, какие-то системколлы. Как-то бежит по данным из 20 мегабайт и что-то там эмулирует какую-то математику. Неважно. Он что-то делает, что-то большое делает. И теперь мы будем считать не общее время теста, естественно. Нам же нужно, чтобы наша библиотечка, наша часть фреймарка быстро работала. Окружим временем именно взятия функций. Сет ивент. И посмотрим, как работает. Смотрим. Большой ивент работает за 72 миллисекунды, маленький — 86. Слава богу. Дракон повержен. Пролюси восторжествовало. Мы теперь знаем, что действительно локация — это дорого. Последний ход за литл-вентами. Им уже бы надо сдаться. Последнее, что они хотят замерить, это какой процент выигрыша. Давайте замерим, как до этого всю нашу программу. Что было? Ну и теперь у нас есть быстрая подчасть программы. Давайте замерим, сколько тебе работает вся программа с учетом вот этой эмуляции работы реального приложения. То есть мы берем и добавляем чекпоинты в конец цикла. Мы помним, выигрыш — 14 миллисекунд. Мы молодцы. 14 миллисекунд — это много для ультра-лоуэляции приложений. Давайте засчитаем общее приложение. И тут, о, сюрприз. Большой ивент. Все приложение работает 97 секунд, а маленький — 33. Что же происходит? Выиграв 14 миллисекунд на больших пакетах, мы проиграли минуту в работающем приложении. Заметим, код большого приложения не менялась. И это большая проблема для распределенных команд. Каждая команда пишет свой фреймворк, делает его идеально быстрым, эмулирует его идеально. А потом выясняется, что сумма минимум не равна минимуму суммы. Вот такой интересный пример. Что можно сказать по всем этим примерам? Все эти примеры были вокруг доступа к данным. То есть тут был либо доступ к чтению, либо доступ к записи. Вторая большая тема, о которой я бы очень хотел сказать, — это работа с кэшом инструкций. Просто в качестве анонса. Из-за недостатка времени. Примерчик. В качестве его я взял эпиграфом на сей раз цитату известного теоретика 20 века. Если вы думаете, что понимаете квантовую механику, значит, вы ее не понимаете. Сейчас мы рассмотрим примерчик и посмотрим, правильно ли вы понимаете, какой алгоритм работает быстрее, медленнее или они работают одинаково. Задача. Есть сервер. Его основная задача — получать много разных чисел и конвертировать их в строковое представление. Это взаимодействие с клиентами. То есть мы получаем цены, котировки, объемы, теоретические цены. И все, что нам надо сделать, это по стандартному протоколу отдать их клиентам. То есть львиную долю, больше 90% работы полезной, это конвертация чисел. Но три, опять же, для скорости мы используем не даблы, а числитель и знаменатель, которые целы. И знаменатель у нас степень десятки. Чтобы получить обычный нам дабл, нам надо числитель и полить на знаменатель. И, собственно, получить такое строковое представление. Особенность в том, что по сравнению с обычным, что нам надо стереть нули, которые были в конце, чтобы сэкономить размер пакета, и добавить нули в начале, чтобы число было правильным. Вот листинг полной программы. Можете потом его скачать, посмотреть на него пристальнее. Что здесь сделано? Здесь сделана конвертация дробного числа. Мы знаем, что самая дорогая операция в момент таких конвертаций — это деление и умножение. Поэтому мы попытались разделить, делить не на 10, как это обычно делается, а на 100. И вот в первой части программы мы делаем основную арифметику. Внизу программы… Так, что-то не подсветилось, ну ладно. А, пойдем дальше. И посчитали. Что мы сделали? Мы взяли первый миллион чисел и сконвертировали в строковое представление. Тут все сделано неправильно. Но мы сейчас не про данные говорим, а про инструкцию. То есть мы вводим тот же буфер. Это мы уже знаем, что так нельзя делать. Ну, в данном случае мы делаем. Посчитали? Выяснилось, что 10 миллисекунд конвертации миллион чисел занимает. То есть, опять же, в районе 10 наносекунд медиана. Хорошо. Хорошие значения. Давайте теперь пристально посмотрим на вторую часть. Тут есть конструкция, довольно знакомая. If, else, if, else. Причем мы видим, что внутри первого if и else, код абсолютно одинаков. Итак, copy-paste. Во-первых, плохо поддерживать. Во-вторых, ну, copy-paste всегда плохо. Все это знают. Давайте мы вот этот кусочек более подробно его перепишем. Что мы знаем? Что if, если есть условие или, он сначала проверяет первое условие, и второе не проверяет. То есть безопасные изменения. If, else, мы меняем на условие или. Как вы думаете, какая реализация работает быстрее? Или одинаково? А вообще должно быть одинаково. GCC 492, O3, CPU Isolation, CPU Affinity. Все это есть у нас, да. Почти одинаково, да. Это то, что мы ожидаем. То есть мы просто меняем кодинг-стайл, чтобы было бы одинаково. Давайте теперь вернемся к числам. Думайте о числам. Мы знаем, что первая реализация работала 10 миллисекунд. Мы ожидаем от второй примерно то же самое. И тут отдел тестирования. Очень важно понять, что такие изменения тоже надо тестировать. Смотрим. Мы ухудшили работу всей программы, которая умножала, делила, что-то там делала, бегала в цикле в три раза. Поменяв инструкции с одной на другую, но ничто. Более того, количество инструкций суммарный. Вроде во второй раз должно было быть меньше. Почему так в качестве домашнего задания? Кому интересен ассемблер, можете посмотреть на ассемблер. Очень интересный пример. Благодарю за внимание. Надеюсь, моя презентация поможет кому-нибудь написать более быстрое приложение. Если у кого-то есть вопросы, я с радостью отвечу. А вы пробовали последний пример с Profile Guided Optimization? От Intel? Нет, не пробовали. Мы тогда не знали. Обязательно перепопробуем. Мы пробовали с Колгрендом. Мы знаем, почему. Но да, это интересно. Мы посмотрим, если не будет. Колгренд бесплатен, тем нас прельщает. После того, как профилировщик сделал. Отлично. Спасибо. Ну вот еще просто, я не знаю, нас не выгоняют. Сейчас обед. Простой вопрос. Вы упоминали системы с передачи пакетов. С одной системой, с другой. Вы используете никакого модели для этого? Какие? Как-то модель передачи данных с одной компонентом в другую? По сети или локально? В плане пытаться смоделировать изначально без кода. Пытаться понять, как это должно работать. И как вы формулируете требования к производительности с учетом этого? Если оно у вас есть. Условно, конечно. То есть у нас есть тестирование разного уровня. Опять же, возвращаясь к теме доклада, что иногда, когда мы пытаемся оптимизировать одно приложение или одну библиотечку в приложении, выясняется, что система в целом работает сильно медленнее. То есть даже если мы сможем прооптимизировать приложение, выяснится, что распределенная система работает медленно, например, потому что мы, сэкономив какие-то CPU, начнем передавать большие пакеты. И само приложение, эти большие пакеты, станет передавать очень быстро. Но сама система замедлится. Или мы упрямимся в производительность сети, или в производительность базы данных, которые эти пакеты пишут. А у вас есть примеры, когда возможны какие-то ошибки? То есть из миллиона операций 1% не получится. И как это все влияет на производительность обработки ошибок? Да, спасибо за вопрос. Это отличная тема. Максимум, что я могу отослать сейчас, это была тема моего доклада год назад и как обработка ошибок влияет на производительность всей системы. Да, безусловно, это очень важная тема. У нас есть, да. Влияет ли как-то, скажем так, процентное распределение, допустим, если начать с пакетов, да, больших-маленьких, влияет ли процентное распределение их в реальной системе на построение ее? Я имею в виду, тут рассматривали как бы абстрактно. Миллион таких, миллион таких, да. Но если вы знаете, что, допустим, в реальной системе 30% таких, 70% таких, а потом раз, меняются условия, надо ли менять код? Это влияет как-то или нет? Спасибо за вопрос. Безусловно, влияет. Безусловно, влияет драматически. Безусловно, основной посыл всей презентации о том, что надо быть очень критичным к тестам. Мы, как программисты, все привыкли под лупой рассматривать саму программу. Но сам тест, к нему надо тоже подходить очень критически. Потому что исследование закончено, точка не поставлена. Битва по конечникам и острок конечникам продолжается. Естественно, это игра. А твой тест не настоящий, он не релевантен, она продолжается. И то, что мы можем сказать, самый настоящий тест, он на сервере у клиента. И там у нас есть подключение, где мы делаем настоящие замеры. И все, что мы можем сказать, угадали ли мы в тесте или нет, это когда изменение времени работы теста коррелирует с изменением времени работы продакшн-системы. Тогда мы говорим, о, наконец-то мы угадали. Иногда происходит наоборот. Тесты улучшились, продакшн ухудшился. Или наоборот. То есть да, это большое поле для исследования. Спасибо за вопрос. Извините, что так принесли. Не пишите несколько вариантов тестов для плохого случая, когда все хорошо или когда все плохо, а потом какие-то медианы измерения делать. Если бы мы не писали, не получилось бы вот эти результаты. И ведет ли к сильным дополнительным эфортам? Не проще ли написать какой-то медианный тест, так как вы употребляли этот термин, и пытаться покрыть какой-то усредненный случай, нежели писать кучу тестов и тратить огромное количество эфортов? Да. Хороший вопрос. Давайте я попробую его ответить. И его соединю с предыдущим тестом. Что бывает, когда распределение одних данных и других… Всем выходит приятного аппетита. Я продолжаю. Оно меняется. Это означает, что мы не можем сказать, что у нас каждое сотое сообщение будет большим. Оно, во-первых, может быть каждое сотое, во-вторых, оно зависит от ситуации на рынке, скажем. То пошли все большие сообщения, когда случилось одно событие, то пошли все маленькие. И фиксированный медианный тест написать не удастся. Опять же, надо смотреть распределение. Что у нас происходит, когда один сценарий, что происходит, когда другой сценарий. Нам надо, чтобы мы были достаточно быстры во всех сценариях, и хорошо бы, чтобы мы были очень быстрыми в самом частном сценарии. Поэтому тесты есть разные. Все хорошо, все плохо, все, как мы видели тогда, все, как мы видели такого-то числа, все, как мы видели в момент флэш-крэша на бирже тогда. Да, то есть, пока система в голосе необычна, мы пытаемся это распределить источник для него записи. в том числе, что мы видим, что то, чтобы мы были большие тысячи. То есть, в сторону большего количества, чем... можно будет ли мы... М�ички? Ну, да, но банк, это надерт! Отдел тестирования больше, чем отдел разработан. Возвращение к каким-то таком? Всем большое спасибо, всем привет!